Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет не совсем обычным. Я хочу поделиться опытом, как упростить или автоматизировать публикацию нугит-пакетов. Например, нугит-пакет, который называется «Колобонга микросервис и скор», который используется в микросервис-темплейт. Вот здесь он в библиотеке лежит. Я его хочу вынести в отдельную репозиторию и настроить автоматическую публикацию этого нугит-пакета. И это хочу продемонстрировать на живом примере. Итак, с чего начать? Первым делом я обычно создаю новый репозиторий. Я его назову «Колобонга». Давайте я буду писать все-таки по-английски. «Колобонга». Давайте я прям, чтобы не ошибиться, я вот таким вот образом скопирую и вставлю сюда название. «Base» какой-нибудь. «Mikroservice Contracts». «Nugget». Вот так вот. Пусть он будет публичным. Я поставлю «Создать» здесь. Здесь «Visual Studio». «Git Ignore». «Choose». «Mit». «Лицензия». «Создать». Это первое, что нужно было сделать. Мы это сделали. Далее. Итак, следующее, что нужно мне сделать, это склонировать на самом деле это самое. Репозиторий. Итак, «Project». «Окей». Отлично. Здесь у меня только один коммит, ничего больше нету. И, в общем-то, теперь я могу открыть Explorer. И из папки... Сейчас я найду... «Template». «Mikroservice Template». Я заберу содержание вот этой папки. Даже, знаете, вот так вот я вам скажу. Давайте для начала скопируем. Запущу, что оно работает. А потом уже, собственно, игра можно будет уже как-то удалять существующие. Итак, смотрим, где моя колобонга. «Mikroservice Core». Здесь я создам папку «SRC». Сюда помещу проект. Так. У меня лишний получился. Ну, хотя нет, пусть будет. Да, пусть так и называется. И получается, что у меня в папке «SRC» лежит вот этот микросервис. Теоретически, давайте я его запущу, проверю, что он работает. Я запускаю «Build». Давайте даже тесты прогоним. Ну, и как вы видите, все работает. То есть мы готовы к публикации. Для публикации мы закроем тесты. Я открою «Fork» и скажу, что я хочу… Ну, вернее, это у меня first commit on it on репозиторий. И «Да, хочу». И «Да, хочу». И «Да, хочу». И, в общем, теперь осталось только настроить. Ну, первое, что нужно сделать. Давайте я прям вот так сделаю. Здесь, на самом деле, есть множество вариантов автоматизации процессов при публикации какого-нибудь функционала, какого-нибудь кода, вот как раз в эти самые репозитории. И тут на ваш выбор вкус и цвет можно найти разные. Более того, можно написать свои собственные. Ну, и я пойду по пути наименьшего сопротивления. Я открою вот такую штуку. И, не будучи лукаво, я скопирую с предыдущего проекта, на котором, собственно говоря, я уже подключил. У меня есть, допустим, вот «Operation Result». Здесь есть «Works». Здесь есть «Mine». И я вот таким вот образом нехитрым скопирую все содержимое. А сейчас мы с вами поговорим, что я, собственно говоря, сделал. Итак, система построена на шагах. И вот шаги эти, собственно говоря, описаны. Ну, первое, что делается. Сетап.NET Core берется из такого вот контейнера, наверное, можно будет сказать. Ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности. Я просто покажу, какие шаги у нас есть. Итак, шаги у нас есть. Это первый сетап. Дальше «Install Dependencies». Здесь мне нужно указать команду «Restore» и указать непосредственно... Ну, в моем варианте это уже будет. Давайте я вот так сделаю. Я прям буду по ходу все и делать. У меня есть... Ну, во-первых, «Restore» я указываю solution. Мой solution для Microservice Core. Вот он он. Я сделаю вот таким вот образом. Ctrl-C. И так как он мне в SRC лежит, я сделаю вот таким. Макаром это все. Здесь, соответственно, мне нужно в следующем шаге сделать билд этого проекта. Вот он, билд происходит. Дальше я должен прогнать «Тесты». Тесты нужно указать другой, собственно говоря, проект. Вот он. Я его тоже копирую. Ну, в данном случае лучше скопировать, чтобы точно не промахнуться. Так, проверяем... Так, так, так. Скопируем. И здесь у нас будет название пакета. Ну, в моем случае это будет вот такое название пакета. Хотя, собственно говоря, у вас он, конечно же, будет свой. И дальше мне нужно указать, где лежит project file для конкретного этого... Ну, гид-пакета. Ну, и я, конечно же, скопирую вот это. Здесь скопировать достаточно просто. Ctrl-V. Ну, и обратите внимание, вот этот Nuget API Key. Что это такое? Это то, на основании чего вам будет разрешено, собственно говоря, публиковать. У меня в моем профиле Nuget есть вот такой вот GitHub Key. Вы сгенерируете свой. Он дается один раз его скопировать. Я, собственно, как вы понимаете, его сейчас сюда тоже установлю. Для этого нужно перейти вот сюда в закладку Secrets. Вот. И создать новый ключ. Он у меня называется... Называется вот так вот. Ну, Nuget API Key. Я его сюда вставлю. А сюда сейчас вставлю значение и нажму добавить секрет. Итак, у меня есть ключ для конкретного репозитория. Я его добавил только что. И теперь я готов закоммитить что-нибудь и посмотреть, что получится. Ну, во-первых, я когда нажму коммит вот этого проекта... В смысле, в вот этих вот изменений, и в проект мой начнет уже двигаться по части некоторого билд-процесса. Вот, смотрите, он уже запустился автоматически. Здесь можно открыть и посмотреть, что внутри этого процесса происходит. Даже можно посмотреть все шаги, которые будет проходить этот пакет. Setup, смотрите. Теперь Setup еще раз, да? Что тут происходит-то? А, ну вот, как раз подгружается Дутнет SDK. Дальше становится Dependency. Главное, чтобы не было ошибок. Сейчас мы проверим, что это ошибок реально нет. Обратите внимание, 16 тестов прошли. Ну, и если вот до конца досмотреть, то, в общем-то, кино закончилось, да? Все отбилдилось, и если учесть, что у меня... Так, давайте посмотрим вот здесь. Версия пакета была последняя. Это проще посмотреть вот здесь. Версия пакета была 2.1.2. Ну, и теперь, ну, если скопировать название от этого репозитория, оно у меня совпадает с названием пакета, поэтому оно сейчас мне покажет вот этот пакет. И вот версия 2.12. Она не публиковала, потому что версия из текущего совпалась с публикуемой. Поэтому как бы все отбилдилось, но новый пакет не появился. Ну, и в качестве демонстрации я хочу внести некоторые изменения в проекте, а тем более, что они уже назрели. У меня есть пачка экзепшенов, которые я использую в микросервисах, и мне все время не хватает одного из, который, например, называется... Давайте я сделаю вот таким вот образом. Я скопирую и назову его по-хитрому. Мне как раз не хватает микросервис... Ага, вот так. Save... Change... Давайте правильно напишем. Changes... Exception. Но, по большому счету, когда происходит какое-то сохранение в базу данных, именно в базу данных, неважно для какой сущности, бывает так, что... Вот, не бывает. Да, и поэтому вот это будет отдельный вид экзепшена, который я буду использовать в своих приложениях в том числе. В общем, вот таким вот образом это примерно делается. Она должна быть реализабл, но имеет несколько оверрайдов. Я нажму сохранить. Теперь у меня появилось изменение. Теперь я должен поменять версию NuGet пакета. Пусть она будет у меня 2.1.3. Давайте лицензию поменяем на Meet, как и везде. Здесь я тоже меняю номер сборки, чтобы при нажатии F12 можно было в мета-данных посмотреть, какой сборке принадлежит пакет. Ну и, в общем-то, что мне, собственно говоря, осталось. Ну, для начала я сохраню изменения. Теперь я должен получить последние изменения с самого GitHub, потому что я изменял файл main. Вот я их получил. Вот у меня в отправку висит одно... Так, я, видимо, что это... А, нет, я не там поменял. Ну, вот хорошо, что люди придумали GitHub. В смысле, Git. Да, я создал в одном, а поменял в другом. Да, точно. Я вот так сделаю. Ctrl-C. Здесь я сделаю undo. Ну, это в некоторых случаях undo. Вот. А save change поменяю обратно, ну, на то, что я скопировал. Ctrl-V. Хорошо, что есть Git. Как я раньше жил без него, не знаем. Итак, теперь смотрим, что у нас в изменениях. Да, у нас появилось только один save change с exception. И я говорю, что я хочу его туда прокинуть. Да, хочу. И я вот таким вот образом... Давайте прям напишу этот. И я сразу сделаю... Давайте commit для начала. А теперь хочу сделать push. Ну, в общем, здесь ничего интересного. А вот здесь, как вы понимаете, у меня уже есть вот моя публикация, соответственно. И GitHub уже начал работать по ней. Сейчас она загорится зелененьким. А вот и не получилось. Давайте посмотрим, почему. Потому что версия уже exist. Очень интересно. Если честь, особенно, что версию-то я поменял. Давайте перепроверим. Так, с версии 2.1.3... А, вот, package-версия. Я в одном месте не поменял. Давайте ее поменяем. Кстати, приходит мыло при удачном, собственно. И при неудачном от git... Ой, от NuGet приходит мыло о том, что новый пакет опубликован. А при неудачном приходит от, соответственно, git-хаба. Давайте я еще раз... Нет, не буду писать. Просто отправлю файл. Пакет я поменял. Переключаемся в Action. Вот пошел еще один раз запрос. Ну, и как вы видите, все прошло успешно. Теперь, если обновить страничку, мы увидим версию 2.13. Несколько секунд назад. Она валидируется. И буквально через минутку-две появится в доступе непосредственно уже в поиске. Ну, на этом, наверное, все. Я думаю, что это вам поможет в какой-то степени автоматизировать ваши процессы. Потому что иногда очень бывает мучительно долго просто прокидывать эти самые NuGet пакеты, обновлять. И тем более, если они еще и зависимы, это достаточно тяжело. Данный процесс это все очень сильно упрощает. Давайте я нажму еще раз F5. Ну, валидация занимает там несколько минут. Все зависит от нагруженности на сервер. Ну, обычно там минутку-две. Ну, и все-таки, да, теперь давайте попрощаемся. Если будут вопросы, пишите. Будем отвечать. Будем общаться. Ставьте лайки, комментарии, что там еще пишите. Всем всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...